Приветствую вас. Ну, надо сказать, что на это и похоже, на невроз и на панические атаки. Панические атаки это страх, страх это ощущение угрозы, вот, плюс у вас аутоагрессия, ну просто агрессия, аутоагрессия, то есть агрессия направлена на окружающих и на само себя. Вот, агрессия это также реакция на страх, ну, то есть реакция на какие-то угрожающие факторы в вашей жизни, вот. И здесь надо сказать, что вы говорите обо всём, обо всём, кроме причин. То есть вам, ну не могли просто так вот сядь, поставить невроз, поставить панические атаки и после этого что? А что вы делали после этого? Ну, после того как вам это поставили? Лечили ли вы как-то? А, ну вот, то, что у вас есть. А, лечили ли вы это? А, не лечили. Понимаете? Как это? То есть вот здесь, конечно, очень важный момент. Здесь, конечно, мне кажется, что, ну, нужно понимать, что происходит с вами. Вот. Мне кажется так. Именно в причинах. В причинах кроется, как правило, ваша семья. Вот. У вас вот 13 лет от Женевра, значит, была подавленность, вот. Скорее всего, очень много ваших желаний было. Побавлено, вот. Ну, это одна из причин невроза. И, соответственно, это всё привело вот к тому, значит, к чему привело. Ну, по факту. По факту. Вот. Значит, давайте смотреть, что вы написали. Значит, я запишу, потому что утомили уже эти ощущения. Не сомневаюсь, что ощущения вас эти утомили. Не сомневаюсь, ни в коем случае. Но хотел бы я, наверное, вам сказать только то, что они будут с вами ещё какое-то время, потому что вы пока ничего не делаете. Вот. А сами они по понятным причинам не уйдут все эти ощущения. Вот. Поэтому здесь, наверное, было бы уместно задать вопрос о лечении. Вот. То есть... То есть... Проводилось ли вам какое-то лечение своих ощущений, да? То есть если вам... Например, поставили диагноз, допустим, невроз, да? То делали ли вы что-то с этим? Лечили ли вы как-то это? Занимались ли вы как-то вот этим всем, да? Или нет? Вот. Вот это, конечно, очень-очень-очень важный момент, если мы хотим понять, что конкретно с вами происходило. Вот. Потому что так утомительные ощущения, они никуда не уйдут. Вот ощущения, которые утомляют. Дальше. Значит, в 17 лет мне поставили диагноз невроз, панические атаки. А лечение... Лечение было, значит? Это началось после первого перелёта за границу. Там была первая паническая. Ничего не проходило. Никак не помогали лекарства. Ну и больше никто никуда... И никто никогда не обращался. Так. Ну, надо сказать, что... Дело тут не в лекарствах. Тут именно психотерапия нужна. Лекарства-то они только... создают определённые предпосылки для лечения. А основное это лечение, это психотерапия. Вот. Больше никто никуда не обращался. Ну... Что значит никто никуда больше не обращался? А вы... Сами... Вы сами обращались... Куда-нибудь? Или как? Так. То есть вы вот говорите, что... Никто никуда не обращался. Вот. Ну так... А... Вам нужно обращаться? Вам нужно обращаться было самой... А... В тот... Ну, в тот момент, когда вы... Стали совершеннолетние. Я надеюсь, что вы... Совершеннолетние. Вот. То есть это... Отдаёт очень сильно безответственности. То есть вы... Перекинули... Эм... Всю ответственность... На... Своих... Родителей. Вот. И всё. И... Все довольны, довольны. По итогу. Вот. А дальше... Ну то есть... Этого же... Этого же мало. Что есть? Ну... Надо ведь, чтобы... А... Этого же... Вы этим занимались. Ух... А вы рассчитывали, наверное, что... Что пройдёт само собой. Дальше. Родители не понимали, что у меня был дискомфорт, и мне было тяжело. Родители вообще, я так понимаю, были от... От вас... Довольно отстранены... А... Эмоционально. Потому что... Ну понятно, что если бы у вас всё было хорошо в семье, то... Ничего бы не было подобного. Вот. Но, скорее всего, родители даже не хотели этим заниматься. Вот. А... Ну... Тем... Тем, что... Тем, что... С вами произошло. Вот. Родители просто... Не хотели... А... В это... Вникать. Я так думаю. Я так думаю. А... Вот. А... Ну мне так... Кажется. Но дело не в родителях. Дело не в родителях. Дело в вас. Дело в том... Как вы сами... Вот. А... А... Восприняли... А... Вот. То, что... Произошло. Что-то происходило. Вот. Потому, что это ва... Это ваше оборудование. И вы на него в ответе. Не родители. Не родители. А... Только вы. Не родители. Вот. Я надеюсь, что это... Понятно. Вот. Ну... В... Э... Э... Вполне может быть, что родители привели вам... Определенные отношения... К... ... Себе. То есть, то есть, не помогает ничего, не помогло быстро-быстро, с первого раза, вот, ну иначе делать ничего и не нужно, само пройдёт. Вот так обычно говорят, вот. Люди, в частности, советские люди. Дальше, сейчас они все так же присутствуют, ну конечно, они никуда не делятся. Стали, наверное, только ещё более тяжелее, потому что желание, что не удовлетворяется. Появились другие какие-то проявления, например, постоянно, когда я еду по улице, ощущение опьянения, все вокруг тяжелое, как будто дереализация. Ну, дереализация это рэкетное чувство, вот. То есть, дереализация это, по сути, механизм защиты. Вполне возможно, что вы чего-то боитесь, вот, например, у вас проявление социофобии, вот, но вы себе не позволяете, например, бояться. Допустим, зная, что родители не одобрят, например, то, что вы, ну, то, что вы боитесь, вот. И, соответственно, дереализация здесь это ваш способ справиться, ну, вот, может, с теми страхами, которые имеются у вас. То есть, как раз, вот, это ваш механизм защиты, уход. То есть, всё это не моё, всё это чужое, вот, лучше я, соответственно, буду думать так, чем я буду думать, что всё это происходит со мной. Почему вы так считаются, почему вы решили так делать, я, конечно, не знаю. Вот, я думаю, что это нужно изучать, но дереализация, я думаю, произошла у вас, начала происходить у вас тоже не случайно и не того, не с сего. То есть, у неё тоже есть причина. То есть, дереализация сама по себе это вряд ли сама причина, это проявление симптомов, очень сильная ранимость и придерживаясь ко всему. Это неуверенность в себе, отсутствие признания себя, принятия себя, вы себя не принимаете такой, какая вы есть отсутствие иронимость. Плюс, неуверенность в себе, а в купе со страхами это дает результат, который у вас есть. То есть, вы не пробовали анализировать ранимость, да? Я знаю, вот, если вы ранимы, чересчур ранимы, то, вот, с чем это связь? То есть, что это за чувство такое у вас, например? Что это за ощущение такое? Откуда, например, оно, это ощущение взялось, да? Куда оно, куда оно восходит, к каким обстоятельствам вашей жизни оно восходит, это ощущение ранимости? Вот, вы не пробовали думать об этом, вот, в этом направлении? Проанализируйте. В качестве самостоятельной работы, я, в качестве начала работы над собой, я бы сказал так. Так, это далеко не, далеко не самый плохой шаг. Я бы еще порекомендовал вам составить список всех ваших выборов, да? То есть, вот, какой выбор, в пользу чего чаще всего вы делаете, например. Дальше, значит, придирчивость. Придирчивость ко всему, это, по сути, придирчивость к себе, к себе самой. То есть, вы придираетесь с другим, потому что вы не принимаете себя, ищете в себе изъяны. Но это проектирование, перенос. Появились вечерние истерики, причем в последнее время уже не из-за чего, а вот если сейчас спровоцировать, я не могу себя контролировать. Истерика, это потребность во внимании, болезненная потребность во внимании, значит, вы не чувствуете себя значимой. А значит, вы не прислушиваетесь к своим желаниям и не делаете того, что для вас актуально. Ну, в контексте ваших желаний. Не доверяйте себе, не доверяйте. Агрессия, это, соответственно, потребность в отреагировании, это потребность выражения своих чувств, которые вы подавляете. Значит, вот это вот, то, что вы режете, там, руки искусать, идут до крови, это скорее желание обратить на себя внимание. Опять же, тут нужно анализировать вашу семью. То есть, вы от этого всего получаете какую-то выгоду. Появилась ненавистика к женщинам, потому что вы с ними конкурируете и, опять же, потому что вы не уверены в себе и себя не принимаете до конца. Вот, я не могу понять нормально тот факт, что мой молодой человек может общаться с представительницей этого пола. Почему? 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 В чём проблема? Скорее всего, вы боитесь, что она лучшая, что молодой человек уйдёт с ней. А что это значит для вас? Что вы будете от себя думать в этом случае? Граще, наверное, заходите, речь о красоте, какой-то знакомый туда, у меня может начаться бесконтрольный принцип прогрессии. Опять же, это связано с вами, да, с тем, что вы себя за кого не считаете, что вы себя не принимаете и активно сравниваете себя с другими. И сравнение это происходит не в ваших пользах. Не только это бывает в общении с ним. Вот просто смотрю в Инстаграм, вижу фото девушки, мне очень хочется выбросить телефон с окна. Заметьте, полуголы. То есть, девочки не бросают, а именно полуголы. Это значит, что вам... у вас есть какие-то желания. Ох, вот. Предполагать, наверное, что это угодно, здесь нужно анализировать ваши чувства, ваши мысли на этот счёт. А ваши действия это, по сути, защита. Я просто удалил Инстаграм, ну, от этого ничего не поменяется, надеюсь, что вы понимаете. Я не понимаю эту свою реакцию, вот эту свою реакцию. Это традиционная позиция. Именно поэтому ваши реакции никуда не уходят. Потому что вы пытаетесь её заглушить, заглушить, подавить. Понимаете? А... Ничего из этого не получится. Это не надо заглушать, заглушать и подавлять. Это наоборот. Надо изучать, выражать, научиться выражать правильно. Подумайте, какие чувства за, например, сутки вы испытываете? И какие чувства из них вы подавляете? Ну, просто подумайте, начало по кадрам. Так, дальше, значит, сколько бы ни пыталась разобраться, не понимаю. Ну, сами вы не разберётесь. Кстати, а как вы пытались разобраться? Комплексов таковых нет. Да нет, есть у вас комплексы. Вы же реагируете на то, что молодой человек общается с другими женщинами. Вы же реагируете на то, что видите полуголую девочку. Видите? Реагируете. Реагируете. Значит, комплексы есть. Комплексы – это искаженное представление о себе. Этого у вас предостаточно. Возможно, немного, значит, занесенная цена самого церкви, да нет? Я бы не сказал, что немного. Понимаете, вот у вас есть, есть вреда черта, обесценивать то, что с вами происходит. И, соответственно, если есть обесценивание, значит, есть и преувеличение чего-то. Вот вы обесцениваете себя в этом и преувеличиваете, например, угрозу, которая исходит от, например, той же девушки, с которой общается мужчина. Из-за того, что кто-то одно вы обесцениваете, значит, что-то нужно преувеличить. Баланс. Дальше. Привезло очень много фобий. Фобий. Например, самый банальный страх – высоты. Фобия – это защита, опять же. Это защита от чего-то. Высота может быть как успехом, так оргазмом, так и чем-то ещё. И от этого вы себя защищаете. Это, точнее, вы себе не позволяете. На аттракционах летом не могла открыть глаза. Вполне возможно, что это свобода, что высота для вас свобода, вы боитесь свободы. Точнее, не позволяйте себе её. Была очень сильная паническая атака. Вот-вот-вот. Вот-вот. Вот-вот. Да. Кстати, в древней панической атаке 30 минут сейчас. Вы как будто этим наслаждаетесь, что ли. После любых переживаний у них сильно болят ноги. На это, я полагаю, психосоматика. Давал анализы – всё в норме. Пожалуйста, скажите хотя бы примерно на что это похоже. Я сказал. Вы пишите, что у вас это милиет ощущение. Вы спрашиваете на что это похоже, но что вам это даст? Надо работать. Выбирайте себе психолога и начинайте работать с ним. Индивидуально и длительно. К сожалению, длительно. Это длительная работа. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!